Сейчас уже трудно себе представить, что в старину Новодевичий охранял ближние подступы к нашей столице, как крепость. Ведь от его стен до Кремля всего четыре версты. Не раз монастырский набатный звон призывал русский народ к отпору врагу. Смоленский собор был поставлен московским князем Василием Третьим в честь взятия города Смоленска в 1524 году. На фресках запечатлена история объединения удельных княжеств в единое русское государство. Реалистична манера исполнения фресок на библейские сюжеты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здесь принял русское царство боярин Борис Годунов, воздвигший в память этого иконостас. При царевне Софии иконостас был украшен резными золочеными колоннами из цельных кусков дерева. Тогда же были построены трапезная палата и колокольня, о которой гениальный русский зодчий Василий Баженов сказал, что она обольстит очи человека. Субтитры создавал DimaTorzok После подавления Стрелецкого бунта царевна София была заточена Петром Первым в монастырскую келью и окончила здесь свои дни. Теперь в Новодевичьем Государственный музей, привлекающий многих любителей искусства и старины. КОНЕЦ